Всё, девочки, приехала я домой, еле-еле душа в теле, зашла ещё в Магнит, городскую купила, хлеба не было, вчера вечером два кусочка хлеба, и то покусанных мальчишками, но в итоге он так и не пригодился, смотрю, лежит, я думала, Лёша съест, он говорит, значит, будем без хлеба, а вчера, знаете, во сколько, наверное, часов, без 15-11, он говорит, ты знаешь, что я сейчас очень сильно хочу, ты знаешь, что я хочу, я говорю, что ты хочешь, он говорит, я хочу банку маслин без косточек, я говорю, прямо вот прямо сейчас, он говорит, да, я говорю, время 15-11, ну, сгоняй в пятёрочку, в общем, он побежал, девочки, причём он уже в душ сходил, он помылся, ещё голова влажная была, волосы, и побежал, не купил, а почему не купил, потому что она уже была закрыта, хотя она до 11 часов, вот, не договорила я вам или договорила, я что-то забыла, я так резко оборвалась, про историю с супом с этим, господи, девочки, в общем, я помыла вот все незаконные, кухни, ну, до кучи помыла и под раковиной, в общем, везде, осталось только сверху, ну, сверху так, чисто символически, вот, я потому что так протираю периодически фасады, ну, вон они опять жирные, мальчики лезут, мальчики лезут, они любят помыли, ну, я не злюсь, потому что рано или поздно они перестанут пачкать, когда они будут уже осознанно, да, перестанут, так-то они, в принципе, я считаю, что они аккуратные, что-то я против света села неправильно, ну, думаю, тот уголок вам уже приелся, тогда здесь надо было сюда цветок поставить, чтобы это, фон был лучше, да, наверное, ну, ладно, слушайте, значит, в субботу была плохая погода, что-то мы делали дома, очень хорошо провели время, я кухню мыла, я штук горох выварила, Арсений в школу сходил, ему осталось еще один разочек сходить, и все, и уже только в сентябре пойдет, потому что, ой, потому что что, заканчиваются вот эти занятия, он на таком энтузиазме ходил, а сейчас говорит, ну, и хорошо, что заканчивается, пойду теперь в сентябре и буду учиться, я говорю, хорошо, будешь учиться, хорошо, буду учиться, я говорю, ну, ладно, а Федя говорит, мама, ты меня в школу записала, я говорю, тебя еще рано, несет, короче, какой-то, какой-то документ, и говорит, я сам себя в школу записала, В общем, мы классно провели время в субботу дома, вообще так замечательно, что смотрели телевизор, лежали, что-то я тут тоже делала, вот я говорю, кроме кухни, даже особо, ну, не отложилось, но вот по-семейному, прям хорошо. А спать я легла, девочки, в половину шестого, представляете, в субботу, в половину шестого, почему? Потому что я смотрела кино по России, а у нас очень плохой интернет, что-то тут перебивает постоянно, реально плохой интернет, мы же и этот роутер поменяли, перебивает. И, в общем, кино я начала смотреть, один фильм посмотрела, начался другой, я из любопытства думаю, ну, посмотрю, что там. И получилось так, что телевизор завис, а я не умею ничего делать, то есть, когда зависает, бывает, Лёша приходит, что-то делает, Арсений знает, ну, все же спали. Я зависла, я на Ютубе полезла, включила это кино, знаете, какое, «Сводные сёстры». Ревела, девчонки, в конце фильма, время спать, время светло уже. Я реву. Вот, и всё, легла спать, и встала я, девочки, почти в час дня. Да. Вообще, по большому счёту, я могла встать и раньше, ну, проснулась раньше, потом опять засыпала. Ну, в общем, я люблю так, серьёзно, особенно выходной. Во-первых, мальчишки сами себе чай делают, но, с другой стороны, Лёша их... Они меня... В комнату, в нашу спальню, дверь была открыта, они не шумели, бывает такое, что они что-нибудь выясняют, бегают, там это... Они не шумели, занимались своими делами, что-то там рисовали, играли. Меня никто не дёргал, я спокойно лежала, ну, как бы, Лёша завтрак приготовил, но, по-моему, на завтрак были бутерброды, по-моему. Вот. И... Потом обед же у нас был, этот гороховый суп, гороховое пюре. Как Федя сказала, мам, пюре это чё-то! Вот. Пришла покушать, поскрипеть зубами. И мы потом поехали, девочки, на дачу. Я думаю, я не буду снимать ничего. В общем, зашла, поздоровалась с дачей, а то всё время через камеру. Знаете, много моментов, я вам уже говорила, что проходит через камеру. И, ну, глазами, не своими глазами вижу. И пришли, слушайте, так хорошо. Лёша колодки купил, хотел в сервис ехать менять, в итоге он сам поменял. А я до Веры дошла, с Верой к нам пришла, потом взяла рулетку, там мерила, как вот кровати встанут, как поставить лучше, что лучше сделать. Дети играли, там Мирослав как раз... Мы подъезжаем, и они подъезжают. И ты в Мирослав пришёл, он так хорошо стал разговаривать, ему сколько уже, года четыре, наверное. Вот, он помладше Феди, наверное, на год. Ну, в общем, классно провели время, прям замечательно. Прямо-то классно, прям замечательно. Вот весь мой словарный запас. Слушайте, я сейчас расчесалась, и у меня прямо электризовались волосы. Они же запутались на ветру-то, вот, не знаю, вы это видите или не видите. Я уж сначала прилизывала, они от рук опять, и я психанула. Говорю, ладно, пойду засниму, покажу девочкам, значит, что купила. В общем, здорово. Приехали домой, поужинали, мальчики помылись. Вот Лёша помылся, я позже пошла мыться. Вот он как раз потом в пятёрочку пошёл. А у меня же эти оливки лежат, да, маслины, оливки. У меня оливки лежат, один пакетик, один я съела. И он, а, моцареллу, я вчера тоже, у меня прямо после улицы-то. Мы же ничего не жарили на даче, вообще ничего. Мы просто приехали, как бы, посмотреть обстановку. Очень много мышиных норок. Вот, я посмотрела очки. Нет, очки не брала. Я хотела очки взять. Ещё смотрела, ну, без очков, ну, таким невооружённым взглядом. Опять же, не через камеру. А то, если бы я... Я обычно как, я же сразу включаю, вместе с вами мы всё смотрим. Что предстоит сделать, конечно, дел очень много. Но это уже отдельная история. Дачный влог будет, я вам всё расскажу. Вот, покажу, наверное. Мне пишут, Оксана, почему вы не сажаете рассаду? А я что, не могу рассаду купить? Могу. Ну, блин, нужно рассаду-то, наверное, деньги. Лёша говорит, давай не будем ничего сажать, а? Всё равно ничего не делаем, ничего. И мы её посмотрим. Посмотрим всё по настроению. Так что посмотрим. Ладно, девочки. Сходила я в фикс-прайс. После фикс-прайса шла же пешком и зашла в один магазин. Типа, низкие цены, мясные продукты. И я купила что, девочки? Я купила кусочек телятины. Телятины. Не говядина, а телятина. Я его убрала в морозилку. На Пасху приготовим. Вышел он дорого. Килограмм семьсот двадцать рублей. И вышел он на четыреста тридцать рублей. Получается, грамм шестьсот там с чем-то было. Вот. Я не знаю, я её увидела. Она очень красивая, без кости. Ну, прям такая розовенькая. Она говорит, только привезли. И там женщина-продавец. Вот я стояла пятой в очереди. Всё, что она там говорила, её просили, да? Там, допустим, отношение. Мне три огурца. Она говорит, огурцы большие. Вам всё равно три. Вот она показывает, она говорит, три. Допустим, крылышки. Она говорит, крылышки маленькие. Вам всё равно столько-то. И вот про всё, про всё она комментировала. Помидоры, говорит, ой, эти мандарины. Очень 220 рублей, кстати, мандарины. Я обратила внимание в том магазине. Говорит, очень вкусные мандарины. Вот взяли мандарины. Кто-то что-то тоже брал. И я такая говорю, мне кусочек телятины. Она говорит, телятина только привезли, такая хорошая, там это. Видимо, привезли один кусок, и они четыре куска из него сделали. Всего было четыре кусочка. И я его взяла. Я не могла, я прям вот захотела, и всё, вот именно на Пасху, да. Думаю, пусть я его положу в морозилку. Да, она сейчас не парная такая будет, а из морозилки, размороженная. Но в любом случае, не кто-то её заморозил. Я купила уже, слюни текут, купила уже, ну, этот, блин, замороженный кусок, а именно, я её заморозила, я её видела. Уж не буду доставать, девочки. Вот, что с ней сделаем, я не знаю. Может быть, там, типа, бифстроганом, может быть, в духовке запечём, посмотрим. И стояла, пока смотрела, вернее, в очереди за телятина. Телятина была в одном месте, а оказывается, там, где вот как раз я стояла, смотрела. И взяла, девочки, язык в желе вот такой вот. Вот такой вот. Блин, так захотела прямо. Я люблю такие вещи. Я вообще субпродукты люблю, язык. Понятно, что теоретически можно сделать самой. И когда-то, мне кажется, я один раз сделала. Или хотела сделать. Не буду врать, не помню. Но то, что я его очень люблю, это факт. Знаете что? Здесь срок годности, значит, при температуре от нуля до шести, 25 суток. После вскрытия упаковки не более 12 часов. А даты изготовления? Нет. Но там всё быстро разбирают. Проходимость большая, магазин маленький. Я вот думаю, что сделать мне с ней? Оставить на Пасху? Я вообще хотела на Пасху. На Пасху. Но я сейчас смотрю, да, там нет изготовления. Ну, что за фигня. Почему-то я не посмотрела. И они всё дают прямо. Вот она говорит, знаете, ну, посмотрите. Такой кусочек подойдёт. Я говорю, подойдёт. Сколько здесь вес? Не помню, девчонки, сколько здесь вес. Калорийность 319 килокалорий. Нет, это просто мне интересно. Это не к чему-то, а мне просто интересно. В общем. Ну, может быть, сегодня на ужин? Может быть. А если нет, то тогда на Пасху оставлю. Вот. Короче, захотела. Это, вы сами понимаете, да? Мне нужно было, видимо, деньги потратить. Так, ну что. Магнит. Девочки, магнит. Сейчас начну. Знаете, с чего? Вот как раз с самого тяжёлого. Взяла порошок вот такой. Потом я вытру здесь от стола. Вот такой порошок. Гель для стирки. Деликатных и детских тканей. Там написано, что выполаскивается хорошо. Я ни разу не пробовала его. Не пробовала. Не пользовалась им. Я нюхаю. Ну, открываю нюху. Ой, простите, ухо зачесалось. Наверное, к перемене погоды. Что говорю? Мне всё пахнет одинаково. Я сегодня волосы брызгала лаком. Вот впервые, да, попробовала его. И пахнет, как всё остальное вот мне пахнет. Вся вот эта вот химия. Всё у меня на один этот манер. А вот он, кстати, есть эти нотки вот этого, которые у меня всё, кислого яблока, квашеного яблока, вот что-то типа этого. И не противно. И он типа хорошо выполаскивается. Гель для стирки. Разработан специально для стирки детского белья и деликатных тканей. Я всё читать не буду. Короче, ручная, машинная стирка. И типа хорошо прям написано выполаскивается. Я не заливаю его в этот, в отсек для порошка. Я вообще давно туда уже не заливаю. А прямо на бельё. Вот прямо колпачок, прямо в барабан. И у меня вертикальная загрузка машина. Вертикальная загрузка. И прямо это. Сверху ещё одну вещь могу положить, чтобы... Ну, а потом оно всё, оно хорошо пенится, всё нормально простирует. Вот. Это вот на ежедневную стирку. Прямо... А, здесь два в одном, кстати. Арома кондиционер. Гель для стирки детского белья и деликатных тканей. Плюс арома кондиционер. Вот. Ну, наверное, приятно пахнет. Не знаю. Про что я хотела про него сказать? Я же зашла. Зашла вместе с вами. Потом думаю, ладно, буду своим взглядом всё смотреть. Если что-то, вам покажу. И вот подошла и увидела. Девочки. Я помнила, что я хотела. Вот помните, я вам говорила? Хотела купить вот такой вот отбеливатель. Марина Жукова его рекомендовала. А я же белые футболки все достала. Ну, как все. Ну, вроде все. Чтобы мне их освежить. И вот она говорила, что как раз белый цвет возвращается. Из-за стиранных вещей. И, в общем... Мне уже просто лень говорить. Я хочу спать. Вот. Нагулялась, блин, девочки. И это... Как будто в спортзал сходила с этим пакетом, блин. Кислородный пятновыводитель. Ну, что-то тут, наверное, хорошо написано. Благодаря анезимам в составе сохраняя первоначальную яркость, мягкость кислорода, способную усилить действие. Обычный кислородный больше поэтому рекомендует добавлять уже в имеющиеся привычные средства для стирки. Ладно. Потом расскажу. 79 рублей. Один был. Вот он прям лежал такой и ждал меня. Серьезно. Я его взяла сразу же. Первое, вот что я взяла, это был он. Потом я взяла вот этот... Мне нужно было... Мне почему нужно было в светофор попасть? Не надо. Я уже денег потратила. Нафиг. Никакого светофора мне уже не надо. Взяла вот этот. Вот, значит, почитала про него. Все. Я же с очками была. Вот. Обычно я так бегала, просматриваю и все. Стоит женщина рядом со мной. Как раз она видела, что я вот это взяла. И говорит, а то вы что сейчас такое смотрите? Я говорю, гель для стирки. Так он же какой-то китайский. Я говорю, ну, китайский. Может, он корейский. Девочки, я вам говорила, что я это все дело путаю. Какой он, скажите мне. Неважно, какой он. Подождите. Вообще, производитель. Я хотела ей сказать, что производит его Москва, блин. Ну, Россия, сто процентов. Но не стала это читать. И я такая его держу в руках. Она на меня смотрит. Она говорит, он какой-то китайский. Я говорю, ну, да, китайский. Я говорю, да, китайский они неплохие. И она такая сразу. Угу. Угу. Блин, девочки. Я стою такая. Блин. Она меня пытается переубедить или что? И в итоге я говорю, ну, не хотите, не берите. Я вот хочу его взять, попробовать. Не пробовала. Другое что-то, говорю, пробовала из этой же серии. Примерно. Говорю, мне нравится. Угу. Хотя спросила она меня. Такая, ну, спокойным голосом. А тут ее как прямо это, типа, ну, не российское производство. Не поддержим отечественного производителя. Я его взяла и поставила. Развернула. Ну, отвернулась от нее такая, что-то там смотрю. И поворачиваю голову. Она его взяла в руки, смотрит. Ну, не знаю. Взяла, не взяла. Не буду врать. Ну, она же прямо так, типа, ну, да, конечно. Ага, говори мне. Вот. Ну, думаю, что может быть нормальный. Кто пробовал, напишите. Сегодня. Кстати, у меня есть что постирать. Может быть, я сейчас и закину, что-нибудь постирать. Так. Вот. Дальше что? Это я все свеюсь. Пожалуйста, девочки, сходила. Блин, себя-то. Белизна гель. Три в одном. Я знаю, что многие девочки пользуются. Я ни разу вообще за все время не покупала. Но почему-то мне кажется, что... Сколько он стоит? Наверное, 59. У меня чек там где-то есть. Ладно. Не знаю. 450 грамм. Мне почему-то кажется, что у него объем уменьшился. Это как с Китти Кэтом. Вообще, децл-децельный. Три в одном. Значит, с инновационной формулой отберево-удаляния пятен. Эффективно для очистки и сантехники, устранения засоров в конвенционных трубах, незаменим при стирке. Вот. У меня фаберликовский уже заканчивается. Пятновыводитель. Мне он нравится. Ну, знаете, из-за него только... Я не собираюсь, короче, ничего заказывать. Вот. И, значит, отберевает, чистит, удаляет пятна. Ни разу не пробовала. Хочется понюхать, но не хочу нюхать. Вот прям не хочу перебивать. Я хочу вообще вот этого языка поесть. Не знаю, долежит до Пасхи или нет. Если вкусный, то можно будет Пасхи купить. И вообще посмотреть, будут ли дети есть. Ну, в принципе, наверное, будут. Это раньше они как-то скептически относились ко всему новому. А сейчас, да. Сейчас они вообще... У них закос под папу. Что папа ест, то и им надо. Короче, серьезно. В общем, взяла попробовать. Не знаю, что я с ним делать буду. Унитаз я мыть им не буду, потому что я доместо самую мне нравится. У меня частин еще есть. Я покупала тоже как-то в фикс-прайсе. Поэтому навряд ли. Вот. Хотя он недорогой же, да. А, почищу стиральную машинку. В общем, ладно, придумаю, найду применение. Надо было попробовать, понимаете. Столько лет не надо было, а сегодня надо. Дальше, девочки, взяла ножницы. Почему взяла ножницы? Во-первых, они 59 рублей или 56. Вот не помню. Ну, короче, как-то так. Или 79. Я вот... У меня раньше цены, естественно, мы все на память знали. А сейчас еще, короче, с ценами беда. Вот я прямо огорчилась с этим фикс-прайсом. Серьезно. Ну, ладно. Мне нужны ножницы, во-первых, кухонные, чтобы были. Да, там рыбы, плавники, хвосты отрезать. Ну, плавники, да, хвосты я не отрезаю. И на тряпочке, вот когда я что-то режу. Маленькие мне очень удобные. Они уже затупились. В общем, взяла ножницы. Зеленые были, синие, красные. Взяла зеленые. Село зеленое. Так, ладно, чтобы не упали. Дальше что? Взяла... Что это? Ролик для чистки одежды. Это, наверное, уже четвертый. Я не понимаю, что происходит. А ничего не происходит. Теряется вот эта штука. Вот это все время есть с этой штукой. А вот это куда-то девается. И, естественно, мне все время кажется, что он сломался. Все его не сделать. Я их выбрасываю. А потом несколько раз находила вот эту штуку. Но я думала, что она сломана. Сейчас логически подумать, да? Ее, получается, вынимаешь, вставляешь ролик и закрываешь. Ну, в общем, буду иметь в виду. Но они все были цветные у меня. А этот такой лаконичный, черненький. Был еще зеленый, розовый, по-моему, как-то так. Вот. И у меня две насадки есть вот такие. Можно и без них. Можно и скотчем обычным. Но скотч обычный сейчас стоит, блин, бешеный денег. На секундочку. Вот. А из-за того, что эти есть, неудобно. Я вот беру, кручу, допустим. Ну, неудобно. Вот все-таки вон диван тоже. На диван никак не могу постелить вот эту, скажите мне, накидку эту. Ткань-то, кусок ткани. Надо диван почистить, проплесосить, от шерсти почистить и постелить. А вот так вот, если чистить только вот этой штукой, я сбешусь. Поэтому купила, чтобы было. Девочки, макароны. Люблю такие макароны. Мальчики вот эти, это гречневые, да? Подождите, какие они коричневые-то? Кстати, можно сделать говядину, девочки. Сладкий перец у меня есть, имбир, корень я и не буду добавлять. Ну, не знаю, грибы свежие у меня нет, мякать говядины. Филе курицы можно добавить, да? Ну, я с курицей делала. Лук, морковь, соевый соус. Прям вкусно с соевым соусом. Ну, в общем, вот эти коричневые, мальчишки не очень заценили. Почему? Потому что они коричневые. Что-то их смущает. А вот эти вот нормальные. И их получается много. У них объём, вес 450 грамм. А эти 400. А эти 450. Ну, их много получается. А с другой стороны, может быть, вес тоже убавили, девочки? Неудивительно, скажите же, чтобы цену не повышать, вес делают поменьше. Дальше что? Влажные салфетки взяла. Они должны быть. Тем более, дачный сезон начинается. На даче есть одна упаковка. Они нормально, когда они замерзают, они потом размораживают. Там даже на упаковках порой написано, вот я когда-то давно-давно читала, что если замёрзли, потом они свои свойства, короче говоря, не теряют. Взяла. Пусть будут. Вот нужная вещь. Тоже вчера зашла на дачу в туалет. Посмотрела, что там и как. Почистила сидушку. Ну, как бы, как раз пачка салфеток лежит. Не целая. Ну, всё равно вот таких в доме тоже лежат салфетки. Говорю, ладно. Но всё равно. Сейчас надо будет там мыть чего-то там. Грязно, грязно. Не на полах, а... Ладно, это отдельная история. Орео. 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 Орео, да? Не знаю вообще, дети ели ли такой. Это какой-то шоколадный вкус. Наверное, ели. Давно не покупала. Я же его только покупаю в фикс-прайсе. А сколько я в фикс-прайсе не была, девочки? Вы помните? Я не помню. В последние разы это Клёша был. Я ему говорила там конкретно, что купить. Вот. Творожник, кстати, 149 рублей. Мне кажется, он так и стоил. Вот напишите, если я не права. Орео 79. 5 плюс 1. Ну, вроде бы так же. Этот стоил тоже 149, мне кажется. Любим мы. Вообще, люблю я всё, что с творогом связано. С творогом, с трымом. Вообще, я люблю поесть. Не всё я люблю, девчонки. Не всё люблю. Но то, что не люблю, у меня как-то в голове не откладывается. Я это и не готовлю. И в то же время я просто это не ем. Поэтому я не могу сказать, что я... Я не люблю запечённые помидоры. Помидоры в яйцах. Вот это вот я не люблю. Я так не делаю. Хотя вот мы запекаем, когда свинину кусочком, потоньше. Потоньше она сок отдаст. Сама будет такая тоненькая. Она вся прям расплавится. Я съем. А если там будет такой кусок нормальный, я её уберу. Я не буду есть. Вот. Короче, что говорю. Как-то купила. Детям не понравилось. А позже купила. Прям очень оценили. Прям ой, как вкусно-вкусно. Вкусы меняются. Вот. И поэтому решила взять. Сейчас Орео уберу. Сегодня вот будет у нас за чаем. Мы будем его есть. Дальше что? Ну, в общем, вот такие вот органайзеры. Вы поняли, да? Про что я, наверное, говорила. Я взяла таких две штуки. Да. Они удобные, в принципе. Вот. Все знают, как они закрываются. Они стоили когда-то 77 рублей я покупала. Потом они стоили 99. Сейчас 149. Девочки. Это просто, конечно, космос цены. Но в любом случае это удобно. Вот мелкие машинки, мелкие что-то такое, да? Росыпи положить. Вот две штуки в кровать поставить. То, что им нужно. Взяли, поиграли, подняли. Ну, они сами поднимают, да? И что не так? Что не так? Что не так? Бракованная? Класс. У меня будет сердечный приступ, если бракованная. Вот. Достали, да? А, поиграли, другой взяли. Ну, удобно. А потом в дальнейшем, я уже сказала, да? Допустим, концтовары, к примеру. Тетрадки положить. Ой, что-то, девчонки, сопли вытекли. Ой, простите меня. Это к чему? Горло болит. Сейчас надо хлорбексидином прополоскать. Тетрадки, может быть, там, ручки, ластик. Ну, вот, чтобы вот в одной коробочке оно было. Опять же, я для себя могу. У меня вот бокалы какие-то для вина или для чего-то тоже лежат. Я знаю, что они там лежат. Это Вера как-то, когда приезжали. Ира у нас была, Вера была. А что за повод был? Ира была, Вера была. А, Федя, день рождения. Что за повод был? Вот. Вера говорит, дай стакан. Я говорю, нет стакана. Она говорит, ну дай чашку. Я говорю, а, ну, нет, не так было. Я говорю, возьми чашку. Она говорит, нет, мне надо стакан. Вот был стакан, где графин стоит. Я говорю, ну, он должен стоять. А другой, я говорю, не знаю, я на пашкафах стал лазить. Нашла, нашла стакан. Я говорю, я знала, что там что-то есть, но я забыла. Совсем забыла, что там стаканы еще есть. Вот. И, короче, ей надо был стакан. Удобно, девочки. Мне поговорить захотелось, понимаете? Так, ну вот, второй. Ой, второй, блин. Что-то кремом закрывается. Или я так закрыла. Дальше, значит. Ты Лиске взяла 4 пакетика корма. Тебе, тебе, да. 2 с курицей, которые она не любит. И 2 с говядиной. Другого не было. Но, если с утра ей давать с курицей, нормально. В течение дня почему-то она не ест. Поэтому, ладно, пусть будет. Что-то там ценник тоже. Не это. Не особо. Бумажные салфетки. Мне вообще нравится, что на столе ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Вот. Обычно у нас здесь эти стоят бумажные салфетки. На столешницу я ставить не хочу. Надо для них выделить место. То одно время они на окне стояли у нас. Но не знаю. Надо, короче, подумать, чтобы для них было... А, ну, к мальчикам, точно. Я там, помните эти, мармеладки, всякие вот эти вот вкусняшки. Их мало осталось. И я переложила в другую баночку и брала наверх. Там пустое место. Вот я буду тогда салфетки туда убирать. Мне нравится, что ничего не стоит на столе. Прям аж дышится легче. А вот такая вот коробка, она и некрасивая. Ну, короче. Вот. А еще мне как-то тут про фрукты. Постоянно. Почему фрукты? Где фрукты детям? В магазине фрукты детям. Зачем их покупать, если они у нас есть? Фрукты у нас лежат. Не увидите вы ничего. Наверное. Бананы мы сейчас не покупаем, потому что мы их, в принципе, не едим. Яблоки мы покупаем периодически, по мере того, как они заканчиваются. Вот они вот здесь вот лежат. Они не мытые. И мальчики либо моют сами, потом вытирают полотенцем, либо я мою. Но тут лежат. А остальные фрукты какие-то... Вот по необходимости, если хотят они, допустим, по желанию, да, апельсин. Грейпфрут реже. Гранат разово съедается в основном. Часть выбрасывается, как правило. Они фрукты, во-первых, в саду едят. Ну, а во-вторых, видимо, не хочется. Вот Арсений яблоки еще нормально ест, Федя не хочет. Вот. Спрашиваю всегда, банан будет? Я уже по два банана покупаю. Да, будем. Хорошо. Нет? Значит, я и брать не буду. Зачем? Вот. Знаете, что хотел Санфор посмотреть? Так, Санфор. Или что он, блин? Белизна. А ну, Санфор, да? Ролик лапша. Ну, давайте быстро скажу, значит, вот эти вот по 149. Санфор 149. В смысле, девочки? Нет, ценник был другой. Я бы не купила за 149, я вам клянусь. Ради эксперимента, ради того, чтобы попробовать, ценник был на него либо 59, либо 79. Девочки, все, я вру. Я же говорю, я клянусь, что я не купила бы. Это жидкий порошок. Он называется Санбул. В очках не вижу. Санбул. Гель для стирки. 149. Китти Кэт по 18.30. Так, лапша по 33. 1.33. Ну, ниже, наверное, другая будет. Потом пятновый водитель вот этот кислородный. 79. Салфетки Кота 99. Да, они подорожали. Ну, там стало 230 штук. Ну, что, подорожали. Удобно. Все равно удобно. В магните или в пятерочке ценник на них вообще, ну, там, меньше штук. И ценник, ну, рублей на 20 подешевле. Поэтому, ладно. У меня всегда есть сапаски. Салфетки запасные. Такие, которые, ну, обычные салфетки. Чтобы можно было, вот, когда ешься, на стол достать. Они просто лежат, вот где котел у нас. Вот. Значит, ролик для чистки 59. Лапша гречневая 33. Ножницы 59. Ну, мне кажется, они могут сломаться. Вот эти, где рукоятки. Ладно. Блин, на дачу ножницы надо. У нас на даче детские ножницы. Вот такие прям закругленные. Прям детские-детские, которые кроме бумаги ничего не режут. Серьезно. Я все хотела в Икеа купить ножницы. Ну, Икею закрыли. Через интернет заказать. Мне так как-то не жалко было. Я выделяю определенную сумму денег обычно, да. И то, что мне нужно. То, что мне прям хочется. И то, что... Ну, не судьба. В Леруа можно купить тоже нормальные ножницы. Ну, нет необходимости у них. Поэтому не купила. Санфор 59 рублей. Ладно, прощаю. Орео 79. Тортик 149. Салфетки вот эти, значит, 99. Что? И я купила еще, знаете, что? Карамель 79 рублей. Леденцы. Сейчас пошуршу чуть-чуть. Вот такие. Помните? Помните, мы их уже покупали? Мне они не понравились. Здесь лимонный, грейпфрут и апельсин. Да, веселые дольки со вкусом лимона, апельсина и грейпфрута. Вот апельсин мне нравится на вкус. Потом лимон, потом грейпфрут. Но они не насыщенные. Не такие вот, как бон-пари. Бон-при. Бон-пари. Как они называются? Леденцы. Такие, которые вкусные, сочные. Это нет. Но у нас их осталось мало. И мальчики вот в день одну штучку. Вот они из сада приходят. А можно конфетку взять? Я говорю, ну, возьмите. Они знают, где они лежат. В коробочке как раз таки. Вот. И. Ой. Я сказала, что они остались, девочки. Вот. Вчера еще были. Вот в этой коробочке. Я не снимаю эту этикетку. Мне нравится, как оно стоит. Они, во-первых, знают, что это оно. И не видно, сколько там. Вот так. И мне не видно, сколько там. Понимаете? Когда они могут сами брать. Но в основном они всегда спрашивают. 79 рублей. Они долго играющие. И я посмотрела сегодня в очках. Состав. И, девочки. Очень хороший состав. Я вам хочу сказать. Слушайте, где составлен. Патока. Сахар. Регулятор кислотности. Кислота лимонная. Ароматизаторы. Экстракт лимона. Апельсиновое масло. Грифрут. Красители. Экстракт паприки. Куркумин. Куркумин. И кармин. Может содержать следы диоксида серы. Класс состав. Диоксид серы я не слышала. Ну, в общем. В принципе, неплохой состав. Ну, что. И я их купила. Мальчики обрадуются. Прям. Да. Но 79 рублей. Мне кажется, я в прошлый раз по 55 рублей брала их. Что-то как-то дороговато, я хочу сказать. И мало апельсиновых. В основном эти красные. И в основном желтые. А вот апельсиновые съели в первую очередь практически. В общем-то, все. Вот такие вот у меня покупки были. Потратила я на это все, девочки. 1300. Представляете? 1347.20. Вы представляете? Я ничего не купила. Это что вообще? Происходит. Ну, вот. Вот только это и вот это. 300 рублей. Ну, не. Я понимаю. Ну, это не серьезно. Скажите. Вот. Что я сейчас буду делать? Сейчас я что-нибудь перекушу. Пюре горохового. И буду вам монтировать видео. Я не знаю, что получается по времени. Может быть, я одну часть сделаю. Два маленьких, наверное. Легче смотреть, да? Вот. И. А кровать у детей надо застелить. Для приличия. Так, чисто вот. Ну, оно поуютнее, поспокойнее смотрится, когда все-таки кровати. Хотя бы одеяло поправленное. Они поправленные. Я говорю, а, вот, вспомнила. Думаю, что я хотела вам сказать, девочки. Завтра едем стричься. И на окрашивание. Написала я Лилии. Говорю, для меня на этой неделе вообще как-то можешь принять? Просто она лизала-слизала и лежит вот так вот и смотрит на меня. Я говорю, можешь меня принять? И когда? Ну, я ей просто сообщение, потому что у нее ребенок, может быть, спит. И она мне звонит. Она говорит, ты завтра можешь в 10 часов прийти, пока у нас все... Кто-то в сад ходит, кто-то дома сидит. Ну, все не болеют. Я говорю, а мне надо... Я у нее сейчас спросила, сколько будет стоить, если покрасить волосы и если... Что сделать? Мелирование. Ну, перышко. Мы не то, что мелирование. Она мне прямо так от балды красит. Я говорю, виски прямо меня бесят. Она говорит, ну, ты понимаешь, что краска будет смываться, корни отрастать, тебе надо будет раз в месяц стабильно приходить. Я говорю, да. Я говорю, сколько будет стоить, ты мне скажи. Она говорит, ну, будет стоить так же? Ну, это в районе 2000. Чтобы вы понимали тогда, а то сейчас скажете, что вот, ну, не говоришь, да, интрига не интрига, никакой интриги. Я просто сказала ей, говорю, мне нужно знать, потому что у меня на проект за деньгами. Она говорит, давай, приходи завтра, а насчет денег там решим, когда тебе уже удобнее будет, и все. Вот я не спрашивала, мне нужно было узнать, потому что у Леши в пятницу должна быть зарплата, но у него могут задержать до понедельника. У них это часто бывает такое, что по пятнице могут в субботу выдать, прям выдать, и едет он, короче, не то, что выйдет, а прям ехать. Ну, там свои нюансы есть. Или в понедельник. И поэтому я не люблю быть должной, но с другой стороны, если она мне сама этот момент предложила, ну, почему бы и нет. Вот этим вот удобно. Ездить к кому-то, да, к своим, кому вот, кто нравится, и там перенести. Уже все равно человек денег заработал, да, уж когда. Да, я обязательно, я никогда не нарушаю сроки, если я сказала тогда-то, я, вон, блин, в доску расшибусь, но я отдам обязательно. Поэтому мне нужно было цену узнать. Я говорю, ну, ладно. Я так, я почему и спросила. Обычно примерно так и получается, 1802. Вот. А спросила из-за того, что цены же повысились на краску, на все такое. Она говорит, ну, понятно, она за свою работу не повышает цену, а вот именно на это. Но она говорит, Оксана, так и будет. Я говорю, ну, раз так и будет, тогда ладно. Тогда, говорю, приеду. В общем, завтра к 10 часам поедем к Лере. И что будет завтра, посмотрим. Завтра вообще, я вообще планировала сегодня, девочки, но что-то мне не хочется на самом-то деле. Спать-то я ложиться не буду, но что-нибудь сейчас поделаю, перекушу. Шторы хотела поменять мальчикам, с собаками повесить. Но, чтобы мне их поменять, это мне надо окно помыть. Но хотя бы с внутренней стороны, да, я про улицу не молчу, ничего не говорю. Вот. Как-то я не хочу. Очень холодно. Я сейчас открыла там тёплый воздух, что у нас не работает котёлок, чтобы тёплый воздух шёл. И открыла в спальню. У нас в спальне дубак. Там, потому что не солнечная сторона сейчас, ну, днём. И очень холодный, прям холодный ветер. Я его закрыла, только в спальне этот. Ну, в общем, вы поняли. Так что, шторы с собаками, их нужно... Там отклеилось. Я же приклеивала утюгом длину, когда делала. Отклеилось. У меня есть икеевская лента, которую приклеивать надо. То есть ещё нужно заняться, приклеить, ну, их погладить. Ну, то есть, если бы это было просто взять, снять и это, ну, поэтому навряд ли. С другой стороны, я понимаю, что завтра мы после Лилии, мне тоже не особо захочется... Блин, язык прикусила. Не особо захочется это делать. Ну, я люблю так, чтобы никуда не идти, а делать дела, да. А если я уже встала, куда-то пошла, ну, как-то потом приходить, другие... А, завтра мне надо будет есть, готовить. Завтра мальчишкам на тэквондо. Соответственно, нужно будет раньше ужин готовить. Ну, посмотрим, что будет завтра, вот. А сегодня тогда с вами прощаюсь, девочки. Спасибо, что были со мной. Всё. Всем пока. Пока.